В Доме Божьем мы все вместе пришли едиными устами прославить нашего Господа. Радостный, веселый, с хорошим настроением. Видите, Господь нам даровал сегодня солнечный день, надеюсь, до конца. Кроме этого, у нас есть вообще самый большой повод для радости. Мы спасены. Аминь. Это самый лучший повод для радости всегда в любых сложных жизненных ситуациях, обстоятельствах. Что бы ни происходило с нами в этой жизни, болезни, какие-то неудачи, какие-то проблемы, переживания, горести, всегда мы можем радоваться. Так говорит Писание. Радость, она какая? Совершенная. И поэтому мы приходим. Бог каждую неделю напоминает нам об этой радости. Мы собираемся раз в неделю. И когда, в какой день? В воскресный день. Само название этого дня, оно нас направляет куда? В небеса, к Божьему престолу, где сидит наш Господь Иисус. Он какой? Живой, да? Он воскресший. Поэтому все верующие в Него, Писание говорит, они будут с Ним там, на небесах. Они воскресут в новом теле, в прославленном теле. Они потому что искуплены, они прощены. И поэтому вот этим вот даже своим названием дня, воскресный, Бог дает нам направление, чтобы мы всегда помнили о нашем искуплении, и чтобы мы всегда вот этот повод для радости, мы никогда о нем не забывали. Мы его себе вот как-то вот взгревали всегда, понимали, что Бог с нами, Бог рядом, Он никогда нас не оставляет, никогда нас не покинет. И то, что Он обещал, Он всегда выполнит и сделает. Аминь. Это самое важное для человека, что может быть. Это что? Это спасение. Это спасение. Как Писание говорит, какой выкуп человек отдаст за душу свою? Какой выкуп? Никакого, да? Сам человек никогда бы не достиг этого спасения. Это все благодаря только Богу, благодаря Его милости и благодати. Или Писание говорит, что пользы человеку, что он весь мир приобретет, а душе своей навредит. Что пользы человеку? Нету никакой пользы. Ничто человеку не принесет в этом мире той радости, которую дает Бог, даруя Ему прощение, искупление. Нету просто, не существует. Даже если человек будет в почете, знаменит, будет иметь много денег, будет уважаем, будет иметь власть определенную, это не даст ему той радости, которую дает Бог. Тем более мы знаем, мир изменчив, и радость земная, она кратковременна. Сегодня есть что-то, завтра этого уже нету. Потому что всем руководит Бог. А человек греховен. И земля проклята. И даже человек, если обложен всем вот такими материальными благами какими-то, со всех сторон, какими-то вот ценностями земными, вроде бы они у него есть, багажом таких, все равно каждый понимает, что он когда-то умрет. И положено человеку, написано однажды, что умереть, а что там, после смерти. И Бог дает только нам будущее. Он говорит, те, кто верует в Меня, в Сына Моего, принимает Его жертву, тому готово на великое будущее, вместе с Ним на небесах, в Его Царствии, и в Его Любви, где не будет ни болезней, где не будет ни мук, страданий, будет блаженство, счастье, радость. Радость совершенная. Только в Нём. И когда мы читаем Писание, оно говорит нам, что Царствие Божье, это что? Это не пища или питьё, да, не что-то земное такое, материальное, что можно потрогать как-то. Это мир, праведность и радость в Духе Святом. Когда Дух Святой, Бог дает нам его в залог верующим, детям своим, то, что Он доведет их до конца, и ты радуешься, Он открывает спасение тебе, и ты понимаешь это, осознаёшь. Не знаешь как, да, вера какая-то приходит в это. Бог вселяет эту веру, спасительную веру. И потом радость тебя наполняет, несмотря ни на что. Вот так должно быть у верующего человека. И когда Писание нам говорит о совершенной радости, Иисус Сам это говорит очень хорошо, Он повторяет постоянно в Евангелии от Иоанна, в 15, 16, 17 главе, вот такое словосочетание, совершенная радость. То Он, вот в 15 главе, Он, например, пишет, «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей. Сие сказал дальше, 11-й, Я вам, да радость Моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенно». И дальше Он пишет, что нет больше той любви, кто душу за друзей своих, жизнь свою за друзей. И Он доказал нам это. Радость. Он любит нас. Мы дети Его, мы приняты Им, Небесным Отцом, благодаря жертве Христа. Или, например, в 16 главе, Он говорит, «Что не попросите во имя Мое? Я дам вам, да? Да будет радость ваша совершенная. Вы имеете со мной отношение, я всегда рядом. Если надо что-то помочь, я помогу. Я позабочусь о вас. Просите. Я не где-то там далеко». И от этого сердце наше радуется, что Бог, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, Он нас никогда не покинет, Он никогда не оставит. Он доведет нас до конца. И в 17 главе, Он говорит, в 13 стихе, «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». Опять Он повторяет. Совершенную. «Я к тебе иду, я приготавливаю путь для них в небеса». Что значит «к тебе иду»? Он воскрес, да, мы знаем. Он умер за наши грехи и воскрес ради нашего оправдания, чтобы мы имели жизнь вечную. И обещает нас воскресить и посадить с Ним на небесах. Поэтому вот эта радость совершенная, о которой говорит Писание, она должна быть присуща всем детям Его, осознающим то, что Он совершил. И поэтому, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, невзгоды, ситуации, проблемы, мы имеем всегда чудесный повод для радости. Радость нашего спасения. Или вот Он пишет в послании к евреям, например, Господь, через автора этого послания. «Вспомните прежние дни ваши». Это 10 глава. «Когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее». Аминь. «Вы страдали, да, какие-то терпели лишения, расхищение вашего имущества, говорит, зная, что есть сокровища другие на небесах, какие-то свои принципы, понимания, мне сострадали, потому что знали и радовались в этом во всём. И во всём всё равно, даже несмотря на какие-то убытки, мы всегда можем радоваться, потому что у нас есть другое имущество на небесах, где моль не съест, да, Писание говорит, и ржа она, что, не поточит. Вот такое сокровище. Мы благословлены всяким духовным, Писание говорит, благословением, посланник Ефесян, нам апостол пишет, в небесах, в небесах, их никто не украдёт, они под Божьим покровительством, под Божьей рукой. И, конечно же, это очень важно понимать, что ты спасён. И что это спасение, которое Бог даровал тебе и открыл тебе, Он совершит. И что никто его уже у тебя не украдёт, это спасение. Бог хочет, чтобы мы радовались вот этими вещами, благословениями Его, не искали замену чему-то в этом мире, а осознавали то, что Он для нас сделал. Знаете, почему алкоголик он пьёт? Начинает страдать алкоголизм или наркоман наркоманией. Потому что он испытал от этого радость в своё время. Потому что всё в этом мире людьми движет радость. Что ему радостно, что ему, то он к тому и стремится. И как делают психологи в этом мире? Они пытаются лечить эти зависимости. Конечно, те, кто уже умные, они понимают, что их просто так не вылечить. Но как они пытаются? Они пытаются подменить вот радость от алкоголя какими-то другими ценностями земными, чтобы человек от этого что-то радость получил. Перенаправить его. Иногда мы видим, как получается, человек страдал наркоманией, но потом по каким-то причинам видят, что вот это ведёт к гибели, к быстрому истощению, там, здоровья, может даже к смерти. Какой-то страх может прийти. Он начинает вместо наркотиков употреблять алкоголь. Или какие-то другие замены происходят, зависимостей. Но это лишь замены, которые, опять же, кратковременные и неполезны. Настоящая радость, она может быть в Боге. Поэтому мы говорим, что только Бог может исцелять от всяких зависимостей. Потому что в Нём истинная и настоящая радость. Так Бог сотворил человека, чтобы он искал радости в Нём. в Его близости, в Его присутствии, когда Он наполняет Собою нас. Но сатана пытается похитить нашу радость. Несмотря на повод нашей радости, который всегда у нас есть, он пытается как-то нас удручить проблемами, какими-то ситуациями, перенаправить наш взор с небес на земные вещи. И знаете, вот послание к филиппийцам во второй главе апостол Павел, он... Это вообще послание всё про радость. И в конце послания говорит, радуйтесь всегда. Да, да, всегда радуйтесь. Ещё раз говорю, радуйтесь. И здесь в этом послании очень хорошо говорится о радости, потому что апостол Павел, он приводит свою ситуацию, когда он находился в тюрьме, он писал это послание, он всё равно радовался. Показывал пример, как нужно относиться к спасению. И вот он здесь пишет филиппийцам, «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моём, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте своё спасение, потому что Бог производит вас и хотение действия по своему благоволению». Аминь. Знаете, некоторые люди говорят, ну раз совершайте спасение своё, значит мы не спасены. То есть мы должны его достигать какими-то своими. То есть спасение это как бы не является таким поводом, потому что ещё не оконченное, его надо ещё, может быть, достигнуть. Но когда мы читаем, мы говорили послание филиппийцам, всё про радость, и по концу он говорит радуйтесь. Когда мы читаем в контексте всего Писания, или мы понимаем настоящий перевод, оригинал этого слова, не совершайте, а совершенствуйте. В оригинале своё спасение. То есть вы уже спасены. Вы просто совершенствуете это спасение в страхе и трепете. Бог дал его вам. Научитесь радоваться в нём. Меняйтесь. Здесь говорится о том, что действительно, что Бог, да, производит и хотение, и действие. Мы часто в церкви говорим, что человеку надо возродиться, да, родиться свыше, чтобы действительно вот эту радость почувствовать. Только тогда он почувствует радость от спасения. Когда он рождён свыше. Когда Дух Святой внутри него открывает то, что Бог совершил, вкладывает эту веру в жертву Сына Его. И знаете, когда это происходит, жизнь человека, она должна меняться. Потому что, ну если ты ощущаешь радость к Богу, то ты что делаешь? Ну мы говорили, если радость движет человека, ты идёшь за Богом. Ты уже не ищешь её в этом мире. Не подменяешь её. Потому что иногда человек путает радость в Боге с какой-то эмоцией, он что-то ощутил. Знаете, люди приходят в какой-то в обрядовый храм, постояли, эмоцию поймали какую-то, пошли делать, искать радости опять в этом мире. Нет, он говорит, вы должны эту совершенную радость осознать. А что это может дать только Бог? И поэтому он говорит, у вас есть и хотенье он совершает, и действие. То есть ваша жизнь, она должна меняться. Если вы радуетесь, если вам открыто спасение Божье, то есть у вас это желание есть измениться, Дух Святой его вот вкладывает. И проявляется это желание в чём? в действии, в определённом. Искать Бога, быть жертвенным, посвящённым, не грешить, стараться это делать. Потому что ты понимаешь, что когда ты не грешишь, нет этой преграды в общении с Богом. Ты ощущаешь Его присутствие. И твоя радость, она не только вот где-то в сердце, внутренняя такая, но она ещё и снаружи. Или как вот мы будем прославлять Господа? Здесь есть такой, в припеве такие слова. «Радуйтесь со мной, люди! Нет сомнения, я спасён!» Знаете, мы должны эту радость отдавать другим людям. Бог хочет это. Не просто её внутри себя где-то там держать, сомневаться. но верить, стремиться, искать Бога и являть Его радость другим людям, распространяя Его царствие в этом мире. ведь радость, она, поверьте, заражает других людей. Она притягивает других людей. Когда люди видят, что вы радуетесь, им тоже хочется радоваться, они будут спрашивать, а почему это вы радуетесь? А вот так и так. И люди будут, конечно же, стремиться, я уверен, к Богу и захотят так же радоваться, как и вы. Поэтому давайте мы сейчас прославим Бога, помолимся Ему, поблагодарим за Его спасение. Продолжение следует...